Проректоры, руководители институтов, деканы факультетов научной элиты страны в общей сложности 67 человек решали, как сделать Самарский вуз востребованным для студентов со всего мира. Работа предстоит серьезная, не скрывают эксперты. Сам факт того, что аэрокосмический университет, а сейчас университет, находится в этой программе, ну это большое достижение. В стране 650 вузов и всего 21 входит в эту элитную группу. Это очень тяжелая группа, там очень тяжелая. И в этом смысле мало регионов имеют университеты в этой группе. С другой стороны, это очень тяжелая нагрузка. И уже внутри этой группы высочайшая конкуренция с ведущими вузами страны. И, конечно, соревноваться с ФИСТЕХ, АМСМИСФИ, Высшей школой экономики, Новосибирским госуниверситетом. При всем тому, что это хороший университет самарский аэрокосмический, самарский университет, очень трудно. Ведущие вузы страны, входящие в 5-100, сделали колоссальные шаги вперед по сравнению с другими университетами. И основная задача таких стратегических сессий – поддержать заданный темп и по возможности ускорить движение. Основное внимание – мировым трендам инженерного образования. Отдельным блоком обсудили региональную ответственность вуза. В частности, было озвучено, что одна из главных миссий университета – формирование новой элиты общества – производственной, инновационной, управленческой, кадровой. Если мы не будем доминировать и двигаться страна, не будет доминировать в технологиях, хоть там условно какой-то процент в технологиях страна наша будет доминировать, Если мы не будем нигде доминировать, то надо иметь в виду, в том числе юристы нас обслуживать будут, китайские. Китайские. Они придут своими технологиями, они придут со своими юристами, придут со своими экономистами, придут со своим полностью, со своей командой. Китайцы, подход у китайцев такой. По мнению участников дискуссии, необходимо привлекать в вуз талантливую молодежь, в том числе из-за рубежа. Не менее важно привлечь к учебному процессу ведущих представителей науки. Важно делать все, чтобы уменьшить отток талантливых абитуриентов из региона. Работа с одаренной молодежью должна вестись со средних классов школы. Что касается университета, чтобы удержать позиции вуза в программе 5.100, нужно оставаться в аэрокосмической тематике, поскольку такой компетенции не имеет ни один российский вуз, а это направление востребовано в США, Европе и Азии. Виктория Шаре, События.